Сегодня нам предстоит разобраться с довольно известной на постсоветском пространстве акустикой, которая изготавливалась в ГДР под логотипом РФТ, а именно моделью B9251, что была впервые представлена на Лейпцигской весенней ярмарке в 1977 году. Пожалуй, многие зададутся вопросом, почему мы использовали слово «логотип». Возможно, не все знают, что РФТ – это не производитель, а консорциум государственных компаний в области радио и телевидения, который существовал в бывшей ГДР и является аббревиатурой от Rundfunk und Fernmelde Technik. Работали эти компании в двух основных направлениях – гражданская электроника, а именно теле- и радиоаппаратура, и коммуникационные технологии. В реализации первого направления участвовало большое количество предприятий и лабораторий. Изготавливали они радиоприемники, телевизоры и другую бытовую аппаратуру, а также производили оборудование, которое являлось профильным для отдела связи. В состав второго направления входило 14 компаний и один исследовательский институт. Специализировались они на изготовлении устройств перехвата – телефонов, портативных и мобильных радиостанций, а их продукция обеспечивала в основном государственные структуры Восточной Германии, такие как армия, полиция и службы безопасности. Почти в одинаковых корпусах на комбинате изготавливали пять подобных моделей, но имели они различные вариации НЧ и ВЧ динамиков. Поскольку в те времена уже начинала зарождаться мода на компактные акустические системы с мощным басом, то комбинат решил сполна удовлетворить требования потребителей. Поэтому модели B9251 и B9261 являются самыми мощными в линейке и для них разработали специальный динамик на базе головки L2911. Правда, пришлось использовать провод потолще для обмотки и прочный диффузор, который бы смог выдерживать большое ускорение звуковой катушки, а чтобы влезть в магнитный зазор, то его пришлось увеличить с 1 до 1,4 мм. Увеличить пришлось и размеры магнитной системы, иначе бы существенно снизилась характеристическая чувствительность. Магнитная система закрыта пластмассовым кожухом, что характерно для динамиков RFT, и ее диаметр составляет 115 мм, а высота – 40 мм. Несмотря на то, что масса подвижных элементов возросла, то должна была бы снизиться резонансная частота, но она несколько больше, чем в 25-ваттной и 15-ваттной модификациях. Поэтому понятно, что жесткость подвесов больше, что в принципе логично, ведь мощную катушку нужно крепче удерживать. В целом, динамик очень напоминает по исполнению всем известный 35 ГДН, но в отличие от него, имеет меньшую звуковую катушку и стальную штампованную раму толщиной 1 мм. 40-ваттный динамик в 10-литровом корпусе – это была серьезная заявка на первенство в своем классе по тем временам. В качестве ВЧ-головки используется габаритная конусная головка L5954 закрытого типа с бумажным диффузором эллиптической формы размерами 105 на 155 мм. Она является доработанным вариантом предыдущей модели L5904, которую тоже устанавливали в первые годы выпуска. Большие габариты ВЧ-головки будут вызывать обострение диаграммы направленности, то есть при небольшом отклонении от оси звуковой катушки будет существенно снижаться верхний диапазон воспроизведения, и это накладывает определенные ограничения для комфортного прослушивания. Акустические агрегаты попали к нам на косметический ремонт, поскольку защитная пленка на корпусе отсутствовала и были некоторые технические дефекты, на что указывало потрескивание звучания на большой мощности. Ткань на защитной рамке также имеет довольно плачевное состояние. Корпус размерами 340х235х225 мм изготовлен из комбинированных материалов, то есть передняя и задняя панель изготовлены из ДСП толщиной 16 мм, а боковые из МДФ. Верхние и нижние боковые ребра корпуса закруглены с целью увеличения устойчивости от механических повреждений. После демонтажа динамиков сразу становится понятным, откуда бралось потрескивание, ведь клемма подвесного контакта отпала от корзины. Такое, кстати, у них часто встречается. В качестве звукопоглощающего материала используется войлок, который довольно редко пользовался спросом у немецких производителей. В большинстве случаев корпус полностью заполняют стекловатой. В справочной литературе находим, что эффективный коэффициент звукопоглощения для войлока из битумно-минеральной ваты толщиной 30 мм составляет 0,54, для стекловаты толщиной 15, 25 и 40 мм он составляет 0,17, 0,35 и 0,73 соответственно. Поскольку владелец планировал использовать акустические агрегаты в гараже, то для окрашивания используем автомобильную краску, ведь она более устойчива к атмосферным воздействиям, а структурная краска упростит процедуру подготовки корпуса. Защитные рамки тоже покрасим и перетянем новой тканью. Катушки индуктивности разделительных фильтров выполнены без сердечников, и это хороший признак. Фильтр крепится к корпусу с помощью двух желтоватых по виду винтов, расположенных внутри катушек, хотя встречается информация, что это обычные стальные, но мы этого не проверили. Заметим, что на соединительных колодках довольно часто встречаются клеммы из сферомагнитных материалов. Конденсаторы используются полярные электролитические, причем соединенные последовательно, но не встречно. Такие конденсаторы используются в очень многих немецких моделях того периода. Наверное, был страшный дефицит на неполярные конденсаторы. Их придется заменить, ведь реальная емкость не вписывается в номинальную даже с максимальным допуском. Неясность заключается в том, что полярный электролитический конденсатор предназначен для работы в цепях с постоянным или пульсирующим напряжением, а звуковой сигнал, который подается на разделительный фильтр, является переменным. Если вспомнить упрощенную конструкцию такого конденсатора, то в роли диэлектрика выступает оксидный слой, нанесенный на алюминиевую обкладку. Она называется анодом. А в роли другой обкладки выступает электролит – катод. При обратной полярности включение проводимость оксидного слоя резко возрастает, и через конденсатор будет проходить большой ток, который может привести к его разрушению. Предположительно, причиной униполярной проводимости оксидной пленки является различный характер ее контакта с электродами – вентильный металл, оксид, электролит. При катодном включении, когда на вентильный металл подан отрицательный потенциал, может иметь место холодная эмиссия электронов из металлообкладки, так как у поверхности последнего, вследствие неоднородности оксидной пленки, может возникнуть высокая напряженность электрического поля, даже при невысоких значениях рабочего напряжения. Видимо, по этой причине были использованы конденсаторы номинальным напряжением 160 В. А вот при анодном включении, когда на вентильный металл подан положительный потенциал, ток резко падает, так как электроны проводимости могут поставляться только из электролита, что затруднено из-за ионного характера его проводимости. Эффект резкого изменения проводимости оксидного слоя при смене полярности напряжения когда-то использовался в электролитических выпрямителях, вентилях, потому металлы, на которых можно создавать оксидный слой с униполярной проводимостью, получили название вентильных. Но это все теория, а для того, чтобы разобраться, как их заменить, возьмем три полярных электролитических конденсатора разных номиналов, выпаянных из платфильтров, замеряем их реальную емкость и эквивалентное последовательное сопротивление. Снимаем зависимость импеданса от частоты. Дальше подберем такое же значение емкости пленочных конденсаторов и последовательно подключим сопротивление соответствующего номинала, после чего снова снимаем импедансную кривую. Из полученных результатов видим, что эффективная емкость полярных электролитических конденсаторов в среднем на 15% ниже. Отметим, что выпаянным конденсатором около 40 лет, а измерительное оборудование использовалось кустарное, потому результаты носят лишь ознакомительный характер. Для оценки параметров динамиков сделаем необходимые замеры, из которых видим, что в спецификации присутствует ошибка, ведь резонансная частота НЧ головок существенно меньше. Очевидно, что допущена опечатка, и вместо цифры 7 должна быть цифра 4, что подтверждается нижней частотой воспроизведения. А вот верхняя граница также вызывает сомнения, ведь на таком типоразмере и с такой катушкой верхний предел в 2 кГц слишком мало. График АЧХ по звуковому давлению, снятый в ближнем поле, показывает, что верхний диапазон уходит гораздо дальше. Резонанс басовой головки в корпусе равный 81,5 Гц. Частота разделения диапазонов составляет около 2 кГц, и это не совсем хорошо с позиции кривой Флетчера-Менсона и фильтров второго порядка, но при резонансной частоте ВЧ головок в пределах 800 Гц ее снижение добавит много призвуков. Стоит отметить, что критическое сужение диаграммы направленности НЧ головки начинается примерно с частоты 1,2 кГц. На импедансной кривой ВЧ-драйвера наблюдаем стремительный рост полного сопротивления, что характерно для магнитных систем без экранирования в виде кольца Фарадея. Результирующая АЧХ далека от идеала, имеет значительный провал в диапазоне 2,5-4 кГц. Теперь попробуем подвести итоги. В общем, акустика звучит неплохо и имеет хоть и неглубокий, зато напористый бас, хороший и компактный корпус, который впишется практически в любой интерьер. Но давайте еще раз проанализируем концепцию. Небольшой корпус, большие размеры НЧ головки по отношению к частоте разделения фильтра, а также габаритная ВЧ головка классифицируют агрегаты как акустику ближнего поля. И вот тут самое интересное. Для чего этой акустике такая мощность при характеристической чувствительности 85 дБ? Правильным было бы бороться за нижнюю граничную частоту, а не за мощность ценой сужения низкочастотного диапазона. То есть совсем наоборот. Хотя, возможно, данная модель в первую очередь разрабатывалась для расширения ассортимента, ведь модельный ряд, который выпускался комбинатом, мог удовлетворить вкус любого потребителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова